Айнард Фяйн, жители Империи, с вами Нелюгардец, и сегодня мы поиграем новой интересной колодой органики на Накере от нашей подписчицы Остин. И стоит отметить, что именно с помощью этой колоды я в этом сезоне взял ProRank. Но, прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канале в Ютубе, Твиче и Трова, и конечно же, поддержи Империю Чеканным Флорином по ссылке в описании к ролику. Также, из-за угрозы блокировки Ютуба, я приглашаю всех на мой Телеграм, где вы узнаете последние новости канала. А чтобы всегда пользоваться Ютубом даже после его блокировки, поставьте себе VPN. И лучше всего воспользоваться услугами старейшей компании на этом рынке, ExpressVPN, которая специально для всех нелюгарцев дает 49% скидку на годовое подключение и в дополнение к годовому абонементу дает вам еще 3 месяца в подарок с возможностью вернуть деньги в течение 30 дней, если вас что-то не устроит. Чтобы воспользоваться этим предложением, перейдите по моей ссылке в описании к ролику. И помните, на нашем канале временно нет монетизации, поэтому, смотря мои видео через VPN, вы помогаете нашей Империи. Итак, в качестве обилки лидера мы берем стаю главоглазов, по приказу создаем трутню в дружескому ряду, всего у нас 5 зарядов, и создавая трутню, мы каждый раз создаем еще дополнительного трутня, когда играем карту органики. Далее, волшебная лампа создаем джина на 5, а рандит наносит от 0 единицу урона и качается на 1 единицу каждый раз, когда на нашей стороне поля больше очков, чем у противника. Далее, золотой накер играем 3 карты сверху, 1 артефакт, 1 отряд, 1 особую карту, пугач спящий, артефакт превращающийся в пугача бодрствующего на 12, после того, как будет уничтожено 3 дружественных отряда. Далее, цири нова, ну, соответственно, восьмерка за 9, но мы ее берем, потому что у нее есть стойкость, что очень-очень хорошо. Далее, жагница при размещении уничтожает все единички на поле и усиливается на 2 единицы за каждый уничтоженный отряд. Латва выпрыгивает при отыгрыше золотой карты. Яд Монтикори наносит 3 единицы урона трем вражеским отриадам, выбранным, ну и, соответственно, дает нам 1 единичку за счет главоглаза. Кольцо покровительства. Ну, наше любимое колечко теперь, оно качается каждый ход, соответственно, приходит в руку в первом раунде. Но если противник успеет спасануть, то тогда наше раскаченное кольцо, оно исчезает, и мы берем карту из колоды. Далее, изукрашенная курильница заменяет значение силы сильнейшего отряда на поле на значение силы слабейшего отряда на поле и наоборот. Соответственно, если у нас единичку противника, там, десятка, и у него самая сильная карта, то мы можем его десятку обернуть в единичку, а нашу единичку в десятку. То есть, ну, такая достаточно хорошая мощная карта, особенно учитывая, что сейчас много колод, которые рассчитаны на самокачание. Далее, принц жаба жрет четверку, шептуха дань, играем органику из колоды любую, панталон просто выпрыгивает из колоды, там, ну, грубо говоря, 50 на 50, что он выпрыгнет в текущем ходу. Далее, паразит, наносим 6 единиц урона или на 6 единиц усиливаем нашу карту на нашем поле. Дорогая из Валле, соответственно, блокирует вражеский отряд. Хавьер Леменс в рукопашном ряду удаляет карты из сброса противника, в дальнобойном из нашего сброса. Король-рыбак перемещаем любую карту из нашей колоды на ее вверх, что очень хорошо под накера. Загадочная головоломка, размещаемая на стороне противника, выбираем карту в руке. Та карта, у которой больше, ну, и противник тоже выбирает карту в руке. Та карта, у кого больше по провизии, та карта обращается в существо из коробочки. Ну, соответственно, мы стараемся, чтобы мы получили вот это существо из коробочки. Я обычно стараюсь в существо обратить вот эту карту. Яд Монтикор зачастую, либо там Принца Жабы, если понимаю, что играю против колоды, где нету четверок. Ну, в крайнем случае, там Шептуху Дань. Ну, или Панталоны, если он залез в руку. Ну, или там Хавьера Дорогая, если тоже есть для этого возможность. Далее, Атака с воздуха, уничтожаем слабейшие отряды на его, на стороне поля противника, на нашей стороне. Но мы можем, например, сделать следующее. У противника, там, допустим, десятка, она одна на поле, у нас единичка. Мы, соответственно, играем Атаку с воздуха, у нас жрется единичка, у него десятка, у нас еще единичка появляется, потому что это органик. Хорошая, мощная карта для контроля в некоторых ситуациях. Далее, Грифон, уничтожаем дружеский отряд в ряду и, ну, просто размещаем Грифона. Чудовищный пир наносит 3 единицы урона противнику и себя усиливаем на 3 единицы. Естественно, отбор 4 урона и один трутень появляется за каждую неиспользованную единицу урона. И воин Дикой Охоты при размещении наносим 2 единицы урона вражескому отряду. Превосходство создаем Эфект Мороза в его ряду на 1 ход. Ну и, соответственно, вот такая вот колода Ноу Юнит Органики, благодаря которой я преодолел первый ранг и взял рожку, как я это показывал в одном из моих предыдущих видео. Теперь, касаемо того, как мы... Вообще никаких замен делать я тут не хочу, мне все нравится, я вот с этим до про ранга дошел, так что она показала свою эффективность, эта сборка. Теперь, как мы играем данные колоды, какова стратегия? На самом деле все очень просто. Все крутится вокруг последней комбинации и она на самом деле логична в данном случае. Соответственно, мы должны иметь Пугача в самом конце, обилку лидера Жагницу, там Арандит раскачанный и какие-то еще карты. Ну и, соответственно, все сводится к тому, что у нас там Арандитом мы что-то контрим, там усиливаем какую-то карту на нашей стороне поля за счет неотыгранного урона. Далее, соответственно, а, ну еще Курильница, соответственно, допустим, если у противника раскачаны отряды, то Курильница, там Единичку переходит, усиление противника, а наша Единичка отдается противнику. И далее, самое последнее, обилка лидера кучу Единичек спавнем, к дополнению к тому, что у нас уже есть от Органики Жагница и она улетает в район 20. Соответственно, вот таким образом мы наворачиваем большое количество поинтов на нашей стороне силы, плюс это все, как вы видите, можно сделать за раз, два, три, ну грубо говоря, четыре хода. Да, четыре хода, соответственно, мы должны выйти вот в такой короткий раунд. Вопрос, как это все сделать, как это провернуть? На самом деле, все намного проще, чем кажется. Всю первую половину игры мы просто тупо контрим противника. Если мы ходим вторыми, то это очень здорово, потому что тогда нам будет легче отыгрывать этой колоду, потому что она все-таки больше сосредоточена на контроле. То есть, что мы делаем? Всю первую половину игры мы уничтожаем стол противника всеми возможными способами. Для этого у нас есть целый спектр огромного количества карт, в том числе органики, которые нам позволяют это делать. С одной стороны, с другой стороны мы прокручиваем нашу колоду. Соответственно, используем в первом раунде, отдаем там, естественно, отбор, воин дикая охота, чудовищный пир, пропутно грифонов ставим, атаку с воздуха можем использовать, короля рыбака, чтобы наверх что-то положить. Если у нас уже есть накер в руке, мы точно знаем, что мы его используем. Там хавьером чистим сброс противника, дорогаем из вале что-то блокируем, паразитом что-то большое уничтожаем, жабой, принцем жрем четверки. То есть, видите, колода заточена на один сплошной контроль, плюс яд мантикоры уничтожать троечки. Но я бы, конечно, яд мантикоры чаще всего я через коробочку переворачиваю в 13, потому что яд мантикоры сам по себе, он, конечно, сносит тройки. Это хорошо, на самом деле, против заспама, в некотором смысле против заспама тех же эльфов, потому что там можно тройки снести. Но при этом, конечно, еще из четверок мы можем сделать единички ядом мантикоры, но не всегда это получается. А так мы будем иметь 13 на своей стороне, ну что, в принципе, тоже неплохо. Ну или, или вместо яда мантикоры мы можем обратить там, не знаю, того же хавьера, если мы понимаем, что противник играет без эха, и сброса он что-то, ну, играть не будет, хотя сейчас все выносят эха. Ну и понятное дело, что мы все это контрить, также в первой половине можно Арандита попробовать, потому что это тоже эха. Им мы что-то бьем, мы можем нанести удар где-то на 5-6, в зависимости от того, как долго мы играем в первом раунде. Ставим Циринову либо в первом, либо во втором раунде, ну и, конечно, в первый раунд можем еще забирать за счет кольца, потому что мы сносим очень сильно в сторону противнику. Ну, конечно, сейчас тоже все ходят с кольцами, но даже если противник использует кольцо, и он получил больше поинтов, то у нас всегда есть Курильница и Курильница, и мы делаем завершающий первый ход, ну, последний ход в первом раунде. Там у нас какая-то единичка обязательно будет, потому что мы будем перед этим Органику отыгрывать, соответственно, Курильница и все большое количество поинтов противника уходит нам, а ему отдается единичка. Ну, соответственно, Курильница, она все-таки больше рассчитана для первой половины игры, чтобы наворотить большое количество поинтов и нивелировать вот это преимущество противника в кольце, потому что в зависимости от того, кто когда ходит, там лак в один ход появляется, и вот два очка за счет усиления колец, они все-таки, мне кажется, сохраняются. Вот, поэтому тот, кто раньше использует кольцо, ну, первым, тот получит на два очка меньше, они иногда бывают критическими, но это все убираем через Курильницу. Как видите, тут нету там Курильницы, ничего от этого нету, ну, понятное дело, из-за Цирии, из-за Накера, но у нас есть Арандит, и он работает, на самом деле, зачастую примерно так же, как Курильница, потому что он может раскачаться до десятки в третьем раунде, а Курильница, она все-таки, да, она убирает именно карты на 10 плюс, 10 плюс. Именно поэтому нам нужно играть первый раунд как можно дольше и играть второй раунд, и попытаться свести там второй раунд к двум-трем картам, чтобы потом играть, там, пятью-шестью картами, короткий третий раунд, может быть, даже четырьмя картами, если получится. Вот, соответственно, ну, вот такая вот у нас сборочка. Как я еще раз отмечаю, колода очень гибкая, очень хорошая, интересная, в этом ее преимущество, и не смотрите на то, что тут там какие-то карты с малым количеством прейзий, нет, они ее очень хорошо отыгрывают, и, что самое главное, ну, все-таки мы с ней залезли в про-ранг. Вот, собственно говоря, колода достаточно мощная, интересная, гибкая, ну, собственно говоря, вы сейчас сами в этом убедитесь, просмотрев боевку данной колоды, но хочу сразу отметить, что у нас возникла небольшая неполадка при записи боев, в общем, у меня почему-то слетел микрофон, и все мои комментарии, они, ну, грубо говоря, исчезли. Боевку я записывал одним видео на протяжении, ну, почти двух часов я играл данной колодой, но еще я перед этим много играл, чтобы выйти в про-ранг, ну, и, грубо говоря, после того, как я вышел в про-ранг, я вот это конкретное видео и записываю, поэтому я где-то два часа вечером играл на данной колоде, записывал боевку, мой голос не записался, поэтому я приношу всем извинения за то, что сами сражения будут без комментариев, но я думаю, вам все равно понравится то, как мы громим врагов империи. Вот, ну и напоследок, давайте мы поблагодарим нашу подписчицу Остин за столь мощную и интересную колоду, с помощью которой я взял, наконец-то, про-ранг впервые за несколько последних месяцев, поэтому поставим лайк этому видео, поставим лайк колоде Остин на сайте Гвинта, чтобы он выходил в топ, и оставим комментарий под этим видео, где напишем, что думаем о данной колоде. Ну, а теперь, пришло время испытать эту колоду на поле битвы. Вперед, сыны Нильфгарда! У нас осталась лишь наша гордость. Вперед, сыны Нильфгарда! До углотанна! Хойны! Сопротивление бесполезно! Сопротивление! Нильфгарда! Продолжение следует... 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 Зло прячется у вас под мясом. Сопротивление бесполезно. 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 Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И делитесь этим видео в социальных сетях. С вами был Нильгардец. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok